Где русский? РУССКИЙ! Я думала она на английском будет, господи, спасибо. Здравствуйте, друзья, с вами Морская Свинья, и это у нас игра под названием A Space for Unbound. Она вроде как уже вышла полностью, но у меня тут пролог. Но, как говорится, не будем начинать сразу игру. Попробуем, что она за такой продукт для начала. Мне кажется, я ошиблась, когда подумала, что это Моджикен, который мы до этого играли. О, вот это я понимаю, вот это уже игра, ребята, начинается. Ночь была холодной, принцесса Южной Звезды была слабая, и кот волновался. Ну, принцесса, вы выглядите нездорово, и с вами все хорошо, проволокил кот. Принцесса подняла глаза в ночное небо и подумала, пришла пора попрощаться, покинуть этот мир. О, нет. У меня есть кое-что для тебя, мой дорогой друг. Прощальный подарок. Я покажу тебе свое последнее чудо. Что-то ярко сверкало на ее ладони, это было чудо. Кот в изумлении застыл и заплакал. О, мяу, принцесса, прошу, не делайте этого. Я не мрчу вас отпускать, посликал кот. Но принцесса лишь улыбнулась и взглянула на мокрые от слез глаза кота. Всем было нужно лишь мое чудо, но ты единственный, кто остался ей после него. Спасибо. Ой, ой, я пропустила случайно. Черт, я не могу. Я тоже. Было тепло и светло, сияющая принцесса южной звезды превратила звездную пыль. И ее унесло высоко в небо. Но ее свет остался в этом прекрасном желтом цветке. Кот остался в одиночестве и обнял цветок, прижимая его к себе. О, принцесса, мир не заслужил тебя. Я знаю. Итак, что ты думаешь, дорогой соавтор? Прекрасно, твоя история такая трогательная, мне не терпится услышать продолжение. Этот мир, приключения и персонажи, мне все нравится. Но больше всего мне понравилась принцесса. Уф, я рада, что она тебе понравилась. Я немного волновалась и не была уверена во всем этом. Сначала я хотела, чтобы принцесса после смерти превратилась в комету. А потом Манаба уничтожила планету, поглотила всех живых существ и забрала назад свои чудеса. Но это был бы плохой конец для истории, так что я не стала это описать. Да, мне показалось, что это было слишком жестоко для тебя. Кстати, где ты взяла идеи на кометы? Ну, на самом деле, прошлой ночью мне было грустно и я очень волновалась. А потом я выглянула в окно, чтобы найти вдохновение и увидела прекрасную комету, летящую по небу. А, черт, жаль, что я спал прошлой ночью. Но все же, не могу поверить, что все закончилось так. У принцессы южной звезды очень печальная судьба. Хочешь услышать последнюю главу? Последнюю? А есть еще? Да, будет больше похоже на пилок, но можно считать последней главой. Я хочу рассказать последнее переключение кота. Кот будет... Желтый цветок начнет... Странно. А, что не так? Я ничего не могу придумать, голова совсем пустая. Вертелась на языке? Эй, почему бы нам не выйти на свежий воздух? Это поможет тебе очистить мысли. Хм, хорошо. Я сначала думала, что мы играем за маленькую девочку, вот эту. О, класс. Это настоящая игра, вот видите, уже. Как ты сказал, нужно выйти на свежий воздух? Класс, он бежит. Вот это игра вообще, я хочу в нее играть тебе. Радуюсь, когда играю в игру. А сейчас? Чувствуешь себя лучше? Эм... Я не знаю. Что случилось? У тебя творческий кризис? Не знаю, только чувствую, что там есть что-то темное и страшное. Из-за этого мне слишком страшно, и я боюсь думать о том, какую историю я хочу рассказать. Хм, действительно похоже на творческий кризис. Эй, пора использовать волшебную красную книгу. Волшебную красную что? Волшебная красная книга, ты забыл о ней? Книга, в которой есть заклинания, позволяющие погрузиться в глубину твоего сердца и избавиться от страхов. Ааа, это красная книга. Да, мы много иногда пользовались ей. Где она? Эм, кажется, я не помню, где она. Прости, я такая растяпа. Эй, не переживай, я помогу тебе найти волшебную красную книгу. Мм, может она где-то неподалеку? Давай поищем что-нибудь красное. Хорошо, все понятно. Я понял. Дважды нажми клавишу направления, чтобы бежать. Спасибо. Ну, игра прикольная. Эй, куда ты идешь? Помоги мне найти красную волшебную книгу. Я думала, вот тут где-то она есть, может что, тут тоже красная. Нет, я вот проверю. Это не Моджикен, но просто, знаете, когда я качала этот пролог себе, это было где-то еще... Не помню, когда, давно. Тут был только английский язык, и я такая, ну, как бы подготавливалась к этому морально. Вот она. Вот она. Что она делает на стуле? Должна быть, я сделал волшебную красную книгу. Это очень странный мир, где волшебные красные книги лежат на стуле. Эй, может это то, что мы ищем? Волшебная красная книга, ты нашел ее? Давай попробуем ее использовать. Но я боюсь пользоваться ею. О, ты поможешь мне, дорогой волшебный соавтор? Пожалуйста, 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 пожалуйста. О, спокойнее, хорошо, я помогу. Только скажи, как ее использовать? Я не помню. Когда увидишь его, нужно просто открыть книгу. Видишь, вижу что? Ты увидишь танцующий цветок над головой человека. Танцующий цветок? Да, в этом и заключается сила волшебной красной книги. Ты открываешь книгу, и все? Никаких танцев или заклинаний? Да, это все, давай попробуй же. Хорошо, мы сделаем это, чтобы избавиться от того, чего ты боишься. И чтобы найти последнюю главу, которую я хочу рассказать. Блин, это прикольная игра. Она очень интересная. Мне страшно. Мне слишком страшно, чтобы думать о последней главе. Чтобы искать ее. Мне страшно узнать, что там внизу. Что если получится плохо? Все подумают, что я ненормальная. Только подумать, я никогда ничего не заканчивала. Последняя глава. Смогу ли я когда-нибудь ее закончить? Это ключ. Интересно, какую дверь она открывает? Скорее всего, вот это. Это она будет проходить через свой страх осмеивания. Чудила. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо читал. Годовал ребенка, ты вещь лучше. Журасная чушь. Ты только переводишь бумагу, сумасшедшая. Она запиралась дома, чтобы написать бред? Боже, какой кошмар, бедняжка. Было тепло и светло. Сияющая принцесса, ее наружной звезды, превратила звездную пыль. Ее несло высоко в небо. Но ее свет остался в этом прекрасном желтом цветке. Мне ловить надо? А, он сам словил. У меня появилась идея. Это может пригодиться. Я на самом деле не думала, что игра вообще про это. Когда я ее загружала прологом. Это история? Мне все еще страшно. Но это... Смогу ли я рассказать или я эту историю? Закончишь ли я ее? Да, наверное, это оно. Воу, как далеко мы зашли. Да, круто, не правда ли? Действительно, как будто я выхожу из собственного тела и ныряю в открытый космос. Знаешь, что нужно придумать крутое название для использования волшебной красной книги. Погружение звучит круто, как думаешь? Погружение? Ага, звучит хорошо. Это что, у нас фильм? Начало? Хорошо и информативно. Да, ты погружаешься в глубины моего сердца, поэтому погружение. И это волшебное погружение действительно помогает? Да, я наконец-то придумала, о чем будет последняя глава. Вау, круто. Да, большой синей звезде. Большая синяя звезда? Да, большая синяя звезда. Она позвала ее. Когда принцесса южной звезды умерла, то загадала вернуться в свой замок. И кот поможет ей вернуться обратно? Именно. Вау, звучит как отличное приключение, которое можно рассказать. Проницательность дорогого соавтора, как всегда, очень помогла. Да что-то, это же ты придумала историю о звездной принцессе. Но это же наша история, мы придумали ее вместе, ведь так? Но если ты так говоришь, хорошо тогда. Ура! Ура! За последнюю главу! Да, последняя глава! Нам нужно еще что-то, чтобы закончить историю. Нет, на самом деле она маленький ребенок, все-таки. Раз там говорят малявка, а то я думала, слишком какая-то маленькая девушка. Да, нам всего лишь нужно построить космический корабль. Оу, космический корабль. Да, кот отвезет желтый цветок к большой синей звезде на космической корабле. И хорошие новости. Я уже построила космический корабль. Что? Когда ты... Можно увидеть, где он? Ха-ха, я работала над ним после школы в течение трех недель. Это должен был быть сюрприз. И, конечно же, я построила его в своей супер-секретной мастерской на той стороне реки, чтобы ты его не нашел. Переходить реку в одиночку очень опасно. Ох, не волнуйся, я хотела там тысячу раз, и все еще здесь, как видишь. Кстати, не нужно кое-что, чтобы закончить корабль. Что-то волшебное, чтобы отправить его в космос. И это... Не знаю, у меня складывается какое-то ощущение, что кто-то из них воображаемый. Ну типа... Потому что это все очень странное повествование находится сейчас у нас. И у меня есть такое стойкое чувство, что как будто бы это немножко грустная игра. Конечно же, волшебная палочка звездной принцессы. И я забыла ее дома. Ох, это плохо. Пойдем заберем ее. Нет, я не могу сейчас пойти туда. Дома сейчас плохо. Мой отец, он... Я не переживаю, волшебная палочка в твоей комнате, верно? Я заберу ее. Ты правда это сделаешь? Ты ведь уже и так много сделал. Если кто-то увидит тебя, то может подумать, что ты вор. Не волнуйся, я почти ниндзя, ты же знаешь. Прости, что тебе приходится это делать. Не, не волнуйся, я действительно хочу помочь, но... Обещай мне, что не пойдешь через реку одна. Мы начали это вместе, закончим тоже вместе, хорошо? Да, ты прав. Обещаю, я дождусь тебя. Ты помнишь, где моя спальня? Моя комната на втором этаже. Волшебная палочка где-то на моем столе. И еще кое-что. Если потеряешься, мой код воска всегда покажет на... Поможет найти дорогу. А вот и он. Мяу. Понятно. Удачи, я буду ждать тебя здесь. Подожди меня в убежище. Вокруг небезопасно. Вот странно, почему так он говорит? Вот знаете, как будто... Это не совсем тот мир, который нам показывают, который на самом деле существует. Потому что, ну, казалось бы, что тут может быть опасно. Посмотрите, на какое красивое небо тут. Зеленая трава. Ну, наверное, ты прав. Но тут такой чистый и свежий воздух. Возможно, ко мне придет тактами для последней главы. Хорошо, только... Не задерживайся, ладно? Хорошо. А, еще кое-что. Ты уже это говорила. Не переживай, я вернусь так быстро, что ты ее не заметишь. Нет, дело не в этом. Я хочу сказать еще кое-что. Что такое? Спасибо тебе за все. Вот ты лучший соавтор, которого только можно пожелать. Ох, не нужно быть такой мелодраматичной. Я скоро вернусь. Такое ощущение, как будто девочки нету, я не знаю. Ну, я поняла. А там не находится? Ясно. Воско. А я туда не могу? Там какая-то женщина стоит. Или это не женщина? Или мне кажется? О, другой кот. Ой. Хороший кит. А тебя погладить нельзя, Воско? Как будто эта история не так проста, как кажется, да? А, она тут живет. Но на самом деле это какое-то заброшенное место. Это очень странно, да? Что она тут живет, вот тут. В каком-то... Слушайте, я правильно пришла? Воско, прости, я ушла. Воско туда, да? Что за девочка тут? Сейчас я всех котов поглажу. У меня задача погладить всех котов в игре. Прикольно, что девочка смотрит, когда я глажу кота. А сейчас не смотрят уже. Все, уже, да неинтересно. А, посмотрела. Привет. Я глажу котов. Ах, сколько котов-то. Какие они хорошие. Хочу кота. О, это что, мексиканец какой-то? Эй, притормози, чувак. Ты не так полно машин. Хочешь, чтобы твою красивую тачку поцарапали, а? Чё? У меня нет тачки. У меня только кот. Подождите, а там, может быть, находится кот? Нет, там нет кота. Я в поисках котов. Свежий, жареный целок. Горячий и вкусный. Вкусный целок, подходи и бери. Космический целок, космический целок. Хм. Может, пора сменить название на что-то более цепляющее? Положи ломку того острого соуса. Фух, одно, положи мне две, мне нравится острое. Но, это просто кетчуп. Он выглядит как острый соус. Это ведь считается? Интересно, что там люди снизу идут. То есть, как-то живой город такой. Ну, игра клёвая. Она так нарисована вообще. Такая необычная. Узрите, великая карающая комета разорвала небеса. Звезды умирают, небеса падают. А, кстати, это лучше странный город, потому что она же действительно видела, как комета у них летела. Устранник, читал последние новости? Карающая комета пришла. Ищи ли ты искупление, дитя? Всего лишь за миллион рупий ты можешь получить осколок метеорита, заряженный высшими силами. Подождите, мы что, находимся в Индии? Или что? Почему тут рупи? Я задумала, мы японцы. Этот камень священный талисман, который спасает тебя от катаклизма. Что? Ты мне не веришь? Как ты смеешь? Этот камень сделал... Великий оракул Джайабхайя. Что? Нет денег? Значит, тебе начертно быть проклятым. Значит, это индусы. Дети сейчас совсем от рук отбились. Вот в мое время все делали то, что им скажут родители. Но на самом деле они и сейчас это делают. Просто кажется, что они отбились. Все равно они всегда слушают, что говорят родители. Не важно, что. Эй, чувак, что думаешь? Что? Простите. Керан Конг качает, правда? Я сам написала этот трек. Так, что ты думаешь? Эм, да, круто, просто супер. Чувак. Вот именно, не все могут оценить музыку Керан Конг в эти дни. Это старый музыкальный жанр, который завезли колонисты и усердушевшие местные жители. Успокаивает, правда? Это лучшие лекарства для людей, которые хотят расслабиться и забыть о своих проблемах. Эй, знаешь что? Можешь взять эту запись, это подарок. А, нет, что вы, вам не обязательно? Да ладно, чувак, я так редко встречаю оценителей Керан Конга. Кроме того, я всегда могу записать еще одну кассетку, когда захочу. Спасибо большое, наверное. А я все же не до конца понимаю Керан Конг. Ну, возможно, пригодится. Живет-то она не так уж это и легко. Ой, я не хочу кассету, я хочу посмотреть. На лестнице здесь записка. Лестница принадлежит офицеру гражданской обороны не трогать. А, сегодня в новостях еще одна комета прилетела над городом. Это уже треть комета за неделю. Правительство национальное космическое агентство не сделали официальное заявление касательно этих событий. А, выглядит так, будто приближается к ней цвета. Мне повезло, что я уже женат. Может, там Керан Конг? А, может, там есть коты? Там нет котов. Ее дом должен быть прямо за углом. Ой, тут кто-то есть. Здравствуйте, госпожа Дьюи. Вы тоже идете на собрание? Мы можем пойти туда вместе. Конечно, ваша дочь туда не пойдет? Нет. Что случилось? Моя дочь в последнее время, она боится ходить в школу. А мой муж... У него проблемы на работе, он очень переживает. Из-за денег, которые пришлось занять, чтобы отправить Нирмалу в школу. И он вымещает все на Нирмале. Не, они реально... Ну, из Индии все. Сегодня она заперлась в комнате и отказалась с нами разговаривать. Я правда не знаю, что делать. Ох, сочувствую. Почему она боится ходить в школу? Не знаю, я хочу поговорить с ними об этом, но не знаю, что сказать. Что ж, давайте пойдем на собрание чуть раньше и обсудим этого пути. Да, да, отличная идея, спасибо. Не волнуйся, ты можешь рассказать мне обо всем, для этого и нужны соседи, ведь так? Они ушли, вот мой шанс. А, должно быть, это ее дом. Ну, что, если кот уже на крыше сидит? Хитренький. Ворота закрыты, но ее отец наверняка дома. Через выходной дверь заходить опасно. Может быть, стоит предвариться, что я зашел к ней в гости? Но нельзя, чтобы отец узнал о том, что у нее нет дома. Он может подумать, что за его дочерью следит какой-то подозрительный старшеклассник. Это слишком рискованно, но мне нужно достать клышаную палочку для нее. Что же мне делать? Мяу. Через крышу идти. Эй, как ты туда забрался? Ага, окно на втором этаже должно вести прямо в ее комнату. И как же мне попасть на второй этаж? Ты просто берешь и лезешь. Я смогу добраться до окна на втором этаже, если сберусь на стену. Но стена слишком высокая, мне на нее не залезть. Нужно найти что-то, на что можно залезть или встать. Это я знаю, где. Дорога закрыта. Это лезть сюда надо попросить, получается. Столько, так много работы, я так хочу спать. Обычный день для примерного офицера гражданской обороны, которого мало платят. Эй, парень, что ты делаешь с моей лестницей? Я просто любовался вашей лестницей. Вау, она выглядит действительно крепкой и блестящей. Ты что-то покурил, парень? Надеюсь, ты ничего не натворишь. Мои лестницы нельзя трогать. Ты что, не видишь, что я занят? Как бы я хотел поспать. Черт, эта лестница нужна мне, чтобы забраться в комнату Нермал. У меня есть что-нибудь полезное? О, волшебная красная книга мне поможет? Цветок расцвел. Интересно, что будет, если я заставлю все цветы вырасти. Не могу выречь. Что за странные часы? Нашел дубинку. Нужно ли привезти насилие? Думаю, в этом случае это будет полезно. Ах, как же хорошо. Я закруглась за только на минутку. Ничего не случится, да? Ну пусть поспит человек уже. Сода очень важна вообще. Вау, он уже уснул? Видимо, волшебная красная книга помогла. Он же не будет против, если я доложу лестницу. Пора взять волшебную палочку. Мне нравится эта игра. Я посмотрю, какая она там. Вообще, просто интересно вообще про что она. То есть, потому что сейчас я особо не понимаю. Просто про девочку-сказочницу ее друга. Старшеклассика. Не, ну просто такая форма на японскую похожа, да? Как-то, я не знаю. Вот она, волшебная палочка Звездной принцессы. Я до сих пор не могу поверить, что она придумала все эти чудесные вещи. Нермала, такой чудесно талантливый ребенок. Блин. Прячься в открывать, парень. Мерзавка, открой дверь. Неблагодарная мерзавка, как ты смеешь запирать дверь? Ты прогуливаешь школу? Открой чертову дверь. Ты снова калякаешь в свои рисунки и пишешь всякую чушь? Давай, представляешь, сколько денег мне пришлось занять, чтобы ты попала в приличную школу. И так ты мне отвечаешь, белованая валявка? Черт, атмосфера здесь откалилась. Лучше убираться отсюда, пока ее отец не выломал дверь. Я сваливаю. Начинается дождь. Она должна ждать меня в убежище. А лестницу, может, надо обратно? А, нет, не надо. Ладно. Я думала, мы примерно гражданин будем возвращать лестницу. Ну ладно. Я все понял. А где котик? Кит. А, вот он. Кит. Маленький кит. Или на Вьетнам, похоже, да? Ну что-то вот такое. Дождь усиливается. Это не к добру. Надеюсь, она уже добралась до убежища. Ну как будто бы, я не знаю, ну что-то азиатское. Или это мне только так кажется. Какая-то у меня такая ассоциация. Я бегу. Я так давно не записывала игры. Мне так нравится. Это ощущение. Для меня это мой дзен. Так. Блин, прикольно, что смотрите. Ладно. Ну там, короче, было. Как бы, эффект. Ладно, он теперь не показывает этот эффект, но эффект плеска. С ног. Ну прям красиво сделали игру очень. Она такая прям, я не знаю. Это мой любимый стик просто. Я ее люблю. Что это такое? А, это было так, да? Кит ждет меня. Убежище-то вот тут? Где оно? Неужели она по реке пошла? А там же течение. Она еще не здесь? Помогите! А? Кто-нибудь хоть кто-то, помогите! Кто-нибудь, помогите! Этот голос. Неужели? Мне это напоминает мост с терабитию. Хотя какие-то, да, вот символы. Тамбал. Что-то вот какие-то слова. Возможно, не азиатские. Эй, помогите мне! Я не умею плавать! Не рвала! Господи, хоть бы жива я была. Помоги, я не умею плавать! Черт, я тоже не умею. Держись, нужно найти что-нибудь, чтобы наденеться на нее. Поторопись, пожалуйста. Я больше не продержусь. Мне страшно. Вот, хватай себя за палочку. Ах! Господи, хоть бы не утонуло. Боже мой, мне кажется, все плохо кончится. Нет! Палочка треснула, нет? Не показалось. Кия! Да, она сейчас умрет. Нет! 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 Черт! Палочку, прости меня, испугал гром. Не волнуйся, я выдачу тебя оттуда. Держись! Она еще живая. Хорошо, попробуй сходиться за книгу. Ух! Осторожней, еще немного. Какая нафиг книга? Ты дурак? Ты дурак? Какая книга? Тут надо балку какую-нибудь, лом. Он умрет сейчас? Что происходит? Это игра безумная. Я... Я иду. Я иду. Куда ты идешь? Ты ко дну идешь. Мужчина, ты что, с ума сошел? Пацан с ума сошел? Мы справимся вместе. Капец, все. Ну все, ребят. Ф в чат. Ну что это за бред? Как можно быть таким идиотом? Я... Мы... Закончить историю. Правда? Господи, и как в эту игру играть теперь? Я не понимаю. Вот как, ребят, после этого пролога мне играть? Что это будет? Умер человек, получается. Это кошмар. Ну или, видимо, мы в какой-то альтернативный мир сейчас попадем. Да, это Маджекен Студия, это самое, да? Все, я правильно говорю. Это от Рэвен Монолог. Но Маджекен, как обычно, кстати. И Рэвен Монолог был такой же. Как бы очень тяжелый, моральный. Ну блин, я не знаю. А про что будет играть дальше? Мы умерли. Что за бред? Зачем это делали? Доведи меня. Ну это японцы делают Маджекен. Точно это Япония. Хотя, знаете, я тут сейчас считаю. Роланд Милвин Зет. Мне кажется, это и не Япония никакая. Я, в общем, узнаю, кто это. Может быть, я напишу здесь вот. В титрах как-нибудь. Текстом. Может быть, что-нибудь сейчас покажут. Может быть, мы куда-нибудь долетим. Может быть, покажут, как мы до этого с ней встретились. Ну хоть что-то, игра же должна продолжаться. Ну что? Ну это очень приятно, что Маджекен делает русский перевод на свои игры. Кто-то взял нашу душу. Себе. Девочка. Ну это не Нермала вроде. Она так не выглядела. Или это Нермала? Что-то я не поняла. Ой, ну у них всегда слезливые истории, ребята. Такие. Ну как вот можно было, вот, ребят? Ну, я просто не понимаю. Ну, вроде взрослый уже парень. Ну, то есть, ну ладно бы, да, пятилетние дети могли бы так подумать. Но человек-то уже лет 16, наверное. Пролог Атма. Это был пролог Атма. Интересно. Блин, меня заинтересовала эта игра. Я хочу узнать, чем будет дальше. Атма. Атма, эй. Просыпайся, лентяйка. Ой, это еще не конец. Это Нермала? Взрослая только. Подожди. Только душа, получается, у этого пацана. Она попала вот этой Атме в руки. Рая. Хотя это Рая вообще уже. Чего мне только... Что мне только снилось? То есть, это все приснилось ей. Продолжение следует. Блин, мне игра заинтриговала, блин. Вот умеет. Пишите, как вам игра. Вам понравилась она или это? Хотите ли вы увидеть продолжение от меня? Потому что я что-то хочу в нее поиграть. Она интересная. После школы мой любимый мост начал гореть. Ну, типа фейерверков. Вау. Не, ну Маджикен делает красивые игры. Признаемся честно. А, ну вот. Мы будем за него, видимо, играть в игре. Но при этом, не знаю. Какая-то еще Атма появилась. Вот просто мне интересно, как они познакомились. Потому что обычно старшеклассники за редким исключением как-то дружат с младшеклассниками. А, вот это девочка Атма. Или Рая. Ну, кто-то из них, короче. Кто-то из двух. Блин, я рада, что я вообще зашла эти игры в Маджикен Студио. Они какие-то такие душевные, такие милые. Прямо мне очень нравятся. Это что такое? Господи. Какой-то монстр пришел. С котом. Какой-то кот. Кота-монстр. Ну, то есть мы знали ее, получается. Че, она так хитро улыбнулась? Ааа, и забрала твою душу? Там вот так вот? Или это наша влюбленная была? Вот как бы. В нас влюбленная, может, девочка эта. Или мы в нее. Ой, прикольная игра. Спасибо, что прошли проролок. Какая-то девочка. Вот видите, да, она тоже главная героиня. Блин, я посмотрю. Если вышла игра уже, а если нет, я проверю. Если вышла, я вот тут напишу вышла. Если не вышла, я пишу не вышла. Ну, все же. Мне понравилась игра. Она была клевая. Вообще крутая, правда, такая игра. Обожаю. Просто лучшие игры. Лучшие игры от Маджикин Студия. Всем советую. Все, кто, не знаю, соскучился, может быть, по какой-то атмосфере, по каким-то играм. Но с каким-то таким сюжетом, очень-таки трогательным. А то, мне кажется, вот эта студия, она делает очень прикольные игры. Ну что ж. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроенница. И пока.